В Североказахстанской области завершается уборка зерновых. Средняя урожайность составила 11 центнеров с гектара. На хлебоприемники уже поступило свыше 600 тысяч тонн зерна. 90% составил третий класс. В целом по стране новый урожай отличается хорошим качеством и высокой клейковиной. Об этом на брифинге в столице говорил первый вице-министр сельского хозяйства. Что с кормовыми культурами? Какие субсидии появились и сколько собрали казахстанские аграрии, расскажет Айгири Мукашева. Если говорить о качестве нового урожая, то за последние пять лет такого качества зерна не было. На сегодня на лицензированные элеваторы поступило 2,6 миллионов тонн зерна, из которого 91% зерна – это высокое качество, то есть с первого, второго, третьего класса. Против 83% в прошлом году. Больше стала и пшеница с высоким содержанием клейковины. К примеру, среди мягкой третиклассной 71% имеет клейковину 28%. На такой спрос в стране и не только нашей – высокий. Уборка 2021-го началась вовремя. Темпы выше прошлогодних. Первый вице-министр связывает это со своевременной поставкой запчастей и ГСМ, а еще обновлением сельхозтехники. Темпы обновления из года в год растут. Только за шесть месяцев текущего года по линии акционерного общества «Казаграфинанс» аграриями приобретено 4,5 тысяч единиц на сумму 83 миллиарда тенге, что больше объемов приобретения за аналогичный период 2020 года в два раза. Здесь роль сыграли новые программы по поддержке аграриев. Если раньше инвестсубсидии составляли только четверть стоимости сельхозтехники, то в этом году уже 30%. Что логично, ведь подорожал и металл, и комплектующие. В Северном Казахстане в этом году закупили почти две тысячи тракторов, комбайнов и посевных комплексов на общую сумму 53 миллиарда тенге. Работа по зерновым на полях в нашей области завершается. Убрали 3 миллиона гектаров. Средний урожай на зерновых – около 11 центнеров с гектара. Масличку убрали больше, чем наполовину. С гектара получают по 6 центнеров. По области общая площадь посева составила в этом году 4,3 миллиона гектаров, а по Казахстану – 23 миллиона. Согласно оперативным данным, на сегодня по республике убрано 15,5 миллионов гектар зерновых и зернобобовых культур или 97,9%. Средняя урожайность составляет 9,7 центнеров с гектара. На молочной сегодня 15 миллионов тонн зерна, в том числе 11,7 миллионов тонн пшеницы. Уборка зерновых в стране завершится на следующей неделе, если позволит погода. Приемка зерна идет без перебоев, докладывает Айдарбек Сапаров. В северном Казахстане с начала уборки в хлебоприемнике поступило свыше 600 тысяч тонн зерна. Из принятой мягкой пшеницы почти 500 тысяч тонн или 90 процентов составил третий класс. Новый урожай плюс переходящий прошлогодний объем полностью закроет внутреннюю потребность и хватит на экспорт. Что касается кормовых, проблемы, по словам Айдарбека Сапарова решили. Сейчас по стране заготовлено больше 23 миллионов тонн сена. Это 98 процентов от плана. Силосом и соломой закончат в середине октября. Северные регионы сейчас готовят запасы, как выразился первый вице-министр, на всякий случай. Но что делает Минсельхоз, чтобы сценарий этого года не повторился в следующем? Правила субсидированы, включены изменения. То есть, больше надо заниматься сейчас орошением, влагоресурсосберегающей технологией. Поэтому сегодня дождевальные установки, капельное орошение субсидироваться будет до 50 процентов. Инфраструктура будет до 50 процентов субсидироваться. Мы довели до фермеров. Фермеры об этом знают. Эффект уже есть. Если в прошлом году фермеры закупили 30 дождевальных установок по стране, то в текущем уже 130 единиц. Агири Мукашева, Новости МТРК.